В Алматинском метрополитене сотрудники обнаружили бомбу. Накануне в подземку были стянуты все оперативные службы города. После детального обследования вагона выяснилось, что взрывное устройство не более чем муляж бомбы. Кто стал автором злой шутки, расскажет Дельмурат Муталипов. Обычный обход полицейских воскресным вечером на станции Жебек-Жалы превратился в полномасштабную спецоперацию. При осмотре одного из вагонов под сидением с даже порядка обнаружили плотный пакет с надписью «бомба» и торчащими проводами. Сюда на глубину почти 30 с лишним метров экстренно были вызваны саперы и кинологи. Движение состава было приостановлено, пассажиров срочно эвакуировали из подземки. Вызваны кинологические службы, которые находятся на той станции. Но собака, которая пришла, она не обнаружила как таковых характерных взрывчатых устройств. После чего было принято решение, как после данного пакета, своими силами экспортировали в помещение охраны нашей. По камерам наружного наблюдения оперативники установили личности тех, кто подбросил муляж бомбы в вагон. Ими оказались пятеро подростков в возрасте 16 до 18 лет. Среди них была одна девушка. Теперь за такое хулиганство лжетеррористам грозит ответственность, вплоть до ограничения свободы. Метро уже работает три года и сейчас в парламенте обсуждают вопрос о присвоении подземки статуса стратегически важного объекта. На фоне недавнего обнаружения муляжа бомбы в вагоне этот вопрос становится весьма актуальным. Только после получения статуса стратегически важного объекта можно будет внедрить в метрополитен новейшую систему антитеррор. Сейчас в подземке установлено свыше 300 видеокамер. Но средств только визуального наблюдения недостаточно для максимального исключения возможных ЧП. Требуются сканеры и другие приборы, способные обнаруживать у пассажира запрещенные предметы, такие как наркотики, взрывные устройства и оружие. Спецприборы появятся на всех станциях в новом году. Дельмарат Муталибов, Ерлан Сагимбеков, телеканал Алматы.